Американский музыкант, певец в жанре госпел и проповедник Пол Уилбор прибыл в Израиль, чтобы инвестировать в новую компанию под названием «Лицом к Сиону». Ее задачей станет создание уникальной социальной сети для мессианских иудеев и поддерживающих Израиль христиан со всего мира. Мы собрали значительную сумму средств, порядка нескольких десятков тысяч долларов, и намерены инвестировать их в молодую компанию из Тель-Авива. Я считаю, что она поможет распространить информацию о том, кто такие мессианские иудеи, особенно среди жителей тех государств, где есть наши крупные общины. Эта оригинальная инициатива нас весьма заинтересовала. Новую компанию, куда вложил деньги певец, создала группа израильских предпринимателей. Ее возглавляет Нир Айриэли, который считает, что у общины мессианских иудеев огромный экономический потенциал. Проект «Лицом к Сиону» — это инструмент, платформа, которая поможет людям в три клика стать частью огромного сообщества, найти единомышленников и в буквальном смысле оказаться в Израиле. Дело в том, что каждый, кто загрузит свою фотографию на наш интернет-сайт, получит возможность увидеть ее, размещенной на стене в реальном мире, в виде кусочка мозаики. По нашей задумке, на берегу озера Кенерет, на северо-востоке Израиля, установят масштабный памятник из стекла. Он будет представлять собой 10 или 12 стен высотой 2 метра и длиной 10 метров каждая. Они станут своеобразными зеркалами виртуального мира. Так что, когда пользователи нашей социальной сети приедут в Израиль, то смогут прикоснуться к этому прекрасному памятнику и найти на одной из мозаичных стен свое лицо. Пол Уилбер, мать которого была христианка, отец иудеям, всегда чувствовал сильную связь с еврейской культурой. Проповедуя мессианский иудаизм, он снискал мировую славу как певец в жанре госпел. Диски музыканта продаются миллионными тиражами, а на его страничке в Facebook и Twitter подписаны сотни тысяч пользователей. Чтобы посмотреть на Уилбера и послушать его пение, на концерты, которые проповедник дает на всех пяти континентах, съезжаются десятки тысяч человек. Я объездил с концертами уже более 60 государств. Музыка – это мой способ борьбы с двумя крайне негативными явлениями, распространенными в современном обществе – антисемитизмом и антиизраильскими настроениями. Проект «Лицом к Сиону» находится в завершающей стадии разработки. Бета-версию планируют запустить до конца года.